Музыка Хотела поступать в медицинском направлении на психолога, но сейчас, наверное, я чуть передумала. Хочу либо на невропатолога, либо тоже на инструктора. Такого же, ну, то есть поднимать таких, как я, да. Поменялось мнение, взгляды на жизнь, наверное, как бы больше повзрослела, стала умнее как-то. Ну, не знаю, поменялось, наверное, всё. Ноябрь 2014 года для Кати уманиц из антрацита стал началом другой жизни, с иными задачами, мечтами и мыслями. Правда, случилось это помимо её воли. Дети шли домой. Парень провожал мою дочь домой, и перед домом у нас остановка недалеко. Они присели на пять минуточек, чтобы посидеть, поговорить. И напротив остановки, там у нас есть баня частная. Люди из казачества веселились, отдыхали, как хотели. И просто по глупости начали обстреливать остановку. Первый выстрел я услышала, но подумала, что это шампанское. А второй выстрел, как бы, всё уже. И меня затрусило, как бы, как током ударили. Я подумала, что электрошоки поднесли к остановке, ну, как бы, и вольтами дали, что так тело затреслось. Такое ощущение было. Я говорю, Максим, что со мной такое? Она сразу не почувствовала ног, сразу соскочила с лавочки. Я приподнял сразу, ну, увидел кровь. И Максим говорит, у тебя кровь, говорит, наверное, стреляли. Говорит, надо, говорит, это тебя домой отнести. Ну, спросила, ты, говорит, можешь ходить? И я понимаю, что я не могу ничего сделать ногой, не двинуть, вообще ничего, нельзя могу сделать. В Катю попали две пули. Одна пробила грудную клетку, вторая прошла через правое бедро, таз, внутренние органы и застряла в левой ноге. Юноша тоже получил ранение, сквозное. Но в тот момент он о себе не думал, бросился помогать любимой. Он взял ее на руки и сразу же домой принес. И после этого мы сразу начали скорую вызывать. Я постоянно, когда меня еще увезли в больницу, спрашивала, я буду ходить, я буду ходить. Ну, как бы для меня это было такое важное какое-то, я надеялась все до последнего. Я приехал следом, мне сделали операцию, а потом и уже делали в этот момент. После, да, до утра переживал. Потом же, как сказали, все сделали, тогда уже успокоился немного. Врачи местной больницы смогли извлечь только одну пулю. Вторая засела очень глубоко. Лишь спустя три месяца ее удалили и тогда же поставили диагноз. Полный разрыв спинного мозга. После трех месяцев я поняла, что не все так просто, не все так будет просто, очень трудно будет. И когда сказали, что разрыв спинного мозга, и сказали мне, говорят, вот у нас тоже мальчики, есть типа ничего, типа такие на коляске, я рожаю детей. Я поняла, что нет, это не для меня. Девочка решила бороться. Гнала прочь неутешительные прогнозы и печальные мысли. Даже и в больнице, когда была, никогда такого не было, не грустила никогда. Когда постоянно веселая, ну как бы стараюсь не напоминать ей об этом, чтобы она не забылась, она не забудется никогда. А чтобы как-то жизнь дальше и шла веселей. Но одним оптимизмом и волей к жизни такую ситуацию было не решить. Нам нужна была очень срочная реабилитация, из-за того, что после большого срока травмы реабилитологи не берутся за лечение. Государство семье в этом вопросе не помогло. А собственных средств хватало только на жизнь. Несколько месяцев Елена пыталась найти решение, не теряя надежды. Нам дали номер телефона штаба гуманитарного Рената Ахмедова. Мы связались с ним. И люди, честно говоря, за месяц решили нашу проблему с лечением. Вместе с мамой Катю направили в один из ведущих специализированных санаториев Славянска. Гуманис Екатерина поступила к нам 2 ноября с диагнозом последствия огнестрельного ранения грудного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. Была осмотрена всеми специалистами нашего санатория. Невропатологом, урологом, врачом ЛФК. Дополнительные были проведены дообследования, консультации. Назначен полностью, составлен план реабилитации. Назначены наши основные лечебные природные факторы. Это сульфидные и лиловые грязи, хлоридно-натриевые ванны, рапные. Полный курс физиотерапии, включая электростимуляцию, массаж, подводный душ-массаж, лечебная гимнастика. Получив, наконец, такую возможность, Катюша все силы сконцентрировала на занятиях и тренировках, удивляя окружающих своей волей и оптимизмом. У каждого так получается, как у неё довольно-таки заметно. Просто динамика, хорошее движение. Всё у неё получается быстро, можно сказать, сразу схватывает. Катя Уманец – это боец. Это девочка, которая, несмотря на шокирующий случай, который с ней произошёл, сегодня борется изо всех сил для того, чтобы стать на ноги, для того, чтобы стать мамой и для того, чтобы жить дальше полноценной жизнью. Говорят, что такие успехи, там, лежат люди по 8 лет, не могут сделать, там, движение элементарное сделать. А у меня получается, ну, не знаю, что так, потому что, наверное, сильная такая. По статистике, при таких травмах полное выздоровление мы отмечаем у 10% больных. Поэтому мы будем надеяться, что и она относится к этой категории людей. Я хочу показать, что если сказали приговор, там, вот, как у меня, разрыв спинного мозга, там, встать невозможно, двигаться не будешь, как бы, я хочу уломать стереотипы, что это может. Если ты хочешь, это ты сможешь. По окончании курса семья Уманиц вернулась домой. Чтобы не потерять полученный результат, заниматься продолжали каждый день. Я хочу срабо, милочки. Очень хорошее состояние. Ребенок дома занимается с полной силой, уверенностью. Больше движений началось, то есть дома больше занятий увеличилось. Чувствую себя такой бодрой, активной, энергичной. Ну, как бы, появились такие уже реальные шансы. Я поняла, что не зря, вот это я все делаю, тружусь, все не на смарку. Ну, как бы, более активно все начало делать. И все так получаться начало. Девочка не теряет надежду на выздоровление. Она полна сил. И вот это ее упрямство и желание быть здоровой и стать на ноги. И та поддержка, которую она чувствует извне, это ее родственники, это ее друзья, ее родители, ее любимый человек. А также мы, штаб Рината Ахметова. Вот это все в комплексе, я уверена, даст возможность Кате стать на ноги и жить полноценной жизнью. Спустя полгода, весной 2016-го, Катерина вместе с Максимом пригласили в Киев. Во время прямого эфира ток-шоу «Говорит Украина», ей лично вручили сертификат на лечение. Такого подарка девушка не ожидала. По указанию, которое дал Ринат Ахметов, мы вам дарим сертификат на проведение комплексного курса реабилитации в центре, для того, чтобы вы, Катя, точно стали. Спасибо. Это, мне кажется, даже за всю жизнь не заработать такую сумму. Тем более сейчас по нашему времени, где мы проживаем в антраците, то есть зарплаты не платятся очень мало. Если какие-то проценты дают, то это хватает всего лишь навсего буквально на неделю, чтобы прожить. Санаторий, который уже во второй раз принимает девушку, специализируется как раз на таких травмах – спинного мозга и позвоночника. У нее нижний парапорез, есть гипотрофия тканей, поэтому мы сейчас все свои усилия направляем именно на, чтобы пристановить дальнейший процесс, нивелировать его и улучшить трофику питания, улучшить объем движений, улучшить объем самих мышц. У Кати будет индивидуальная лечебная гимнастика, она проходит, тоже консультация психолога в нее, весь комплекс процедур, физиотерапия, в том числе магнитотерапия, лазеротерапия, все это мы подключаем. День, когда девочка первый раз после ранения попробовала ходить, запомнится ей, наверное, на всю жизнь. Вот если передо мной получится, задом точно получится, я серьезно. Стоуся наперед, на край ягодицы. Я сейчас я держу здесь, а ты на раз-два бери руки здесь, как можно дальше, ручками наклоняйся вперед. И на раз-два вставай, раз-два. Так, становись, не бойся, не бойся. Тяжело, конечно. Так, не боись. Не боюсь. Так, так. Становись, не боись. Смотри, делай эту ручку вперед. Не бойся, оторви. Так, делай бедро. Так. Умница. Эту ручку вперед. Так. Еще. Вот так. Это очень тяжело. Тот, кто не ходил, тот понимает, насколько это тяжело, все дается. Вот. Еще есть такой страх, что, ну, упадешь, вот. Такие люди, как Катя, встречаются нечасто. Они никогда не жалуются на жизнь, слезам предпочитают улыбку. И даже в негативном способны найти хорошее. Я догадываюсь, что это для чего-то было призвание, как бы, моем, чтобы кому-то еще помочь в такой ситуации. Вот. Это было толчком, чтобы я нашла свой истинный путь в этой жизни. Я поняла, что нужно что-то делать. Нужно вытягивать, помогать. Бодрить людей, чтобы они, как бы, чувствовали, что они не одни. И, ну, все проблемы могут решиться, вот. Главное захотеть. Хотела бы сказать большое спасибо Ренату Ильичу Ахметову за то, что он помогает, за то, что он меня поддерживает, за то, что у меня уже есть такие сдвиги, что, как бы, улучшение здоровья я себя лучше чувствую. Радость бы такая была, все-таки, все-таки его увидеть. Хотелось бы именно лично поблагодарить его. Сказать огромное материнское спасибо за то, что он так поддерживает наших деток, у которых нет возможности не лечиться, которые попали вот в такую ситуацию тяжелую с военными действиями. Я понимаю, что кроме этого человека мне бы никто так не помог, как он. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok